Ну вот сегодня 1 октября 2019 год. Подъехали к Островому пруду Симаковский. Просили показать как у нас осенью выглядят пруды. Ну вот так вот. Все так не очень жизненно, потому что осень. Мы на прогулке с Шариком. Едем сейчас с Южного пруда. Там были, почистили его немножко от травы высокой, от бурьяна. Вот в этом году опять тут бульдозер работал. Все делал, ремонтировал, поднимал дамбу. Степа! Степа, да! Степа! Он не выше коровы. Да. Смотри эти хатки какие здесь. Хатки. Вот она хатка. А может андатра. Видно, что это старый. Когда делали, вот он. А он, к сожалению, гребня остается. Вон гребня 50-50 столов. Ну да, очень хорошо. Главное, это с той стороны было. Сейчас зато это подъезжать будет хорошо. Он тут ровную площадку сделал. Да. Да, да. Вот мы на Симаковском пруду. И сегодня у нас вторник. 1 октября. Ну и посмотреть, в какой вот теме. Вот здесь это практически начинается дамба. Вот отсюда зайди. Вот там видно воронёй сидит. Вот. Как подняли, это на диво. Да, чудно. Значит, голуби сюда летят. Вот они наши. Не мои только. Не мои. А которые там. Вот они. Видишь? Угу. Которые на первой голубятне. Вот посмотри, куда они полетят. Я думаю, они на первую голубятню. Её даже видно будет. Вон они два. Вон ещё один взлетел. Вот гляди, где они садиться будут. Ты видишь их? Да, вижу. Я вижу. Ну ясное дело, что они туда летят. Не к Игорю. Вон они. Разворачиваются. Пашина снижения. Да. Ну да. Как раз там у этой голубятни. Это мои. Фактически. Ну и вот. Что получилось? Вот он поднял. Сказать только. Вода-то где? Где были капли воды нету. Здесь водопой. А есть. И вот здесь всё. И вот подняли повыше. Везде с запасом землю положили. Ну примерно как там идёт где-то. Подняли нигде ни один. Нигде ни разу. Так высоко сразу не поднимали. Вот какая высота. Вот надо будет как-то приехать сюда лопатой продрать. Широкой. Где она у нас? Не знаю. Вот надо как раз это... А? Последний раз я помню, что здесь и на Рыжковском где-то мы ей работали что ли. Ну где-то... Вот здесь надо тоже посмотреть. Вдруг мы её тогда оставили. Мы тогда быстро собирались. Неужели мы её оставить могли? Кто его знает. А ну-ка давай-ка я пройду внизом туда. Да-да-да. Пройди туда всё. Расскажи о деревьях. Рабицу. А я по низу пройду. Давайте. Ну во всех этих работах я сам участвовал. Никита брат тоже. Колесников здесь всё тоже помогал. Как мы его в прошлом году сделали, доложили. И так пока что ничего не размыло. Погода тогда была очень такая пасмурная, холодная. Ну может где-то какая-то капля там... Уже тоже так же по осени работали. Шинелик даже. Никита был шинелик. А то мне можно, наверное, не по глазам. Угу. Вот это всё мы оставили жерби для дела. Вот какая высота стала. Намного ниже было. Вот где кусты, а то там низина была. И то они сейчас показывают не самый низ. Какое зеркало. Как говорят, зеркало воды. Ну что же, получается, что мы и бросили здесь. Даже невероятно. А это что, тетка? А как тетка сюда оказалась? Ну была, значит, здесь. А? Ты посмотри, вот это... Вообще-то непонятно, как мы могли тут оставить это. Жердь одна, вторая, третья. Не зря я сюда пошёл. А что сетка здесь, это плохо. Корова может наступить ногой и повредить. Вот вообще-то схватился, а тут гвоздь. Ну как же так это? Да, главное, уже втоптана она. Это не пойдёт так. Конечно. Надо надевать рукавички, выдирать. Я сюда кину её. Ага. Коровы-то идут вплотную к этой. Откуда она сетка взялась, а тут непонятно. Если это наше, то мы неправильно сделали. Если это наше, то мы неправильно сделали. Да, скорее всего, наше это. Сейчас ещё. Разве у нас тут сетка была? Да. Тогда она отсюда была сброшена. Вот смотри, сколько корових следов. А тогда пусть подойти нельзя было. А тогда пусть подойти нельзя было. Я про это ещё не знал. Хорошо, что пришли. Это кто-то попросил нас. Вот смотри, если бы не загородили, то вот это всё по этому, она обрушалась бы. Угу. Слава Богу, всё удержалось. Да, слава Богу. Да, слава Богу. Запастые жерди лежат. Вот это волк идёт. Вот его перегородили. Значит, какая его ширина. Не один десяток метров. Это вот мы тут с братом Виталия, с Никитой садили вот эти вот вётлы. Они как красиво выросли. Если кто видел до этого ролики, там как роща выглядела. Сейчас вот бульдозер нагрёб больше. Может, конечно, не так красиво смотрится, но всё равно. Хотя, если вода сильно поднимется, они могут тоже погибнуть. Ну, ничего не видать. У нас лопаты здесь нету. Вот эту вот, на тот последний, на, надей. На стол. Там не каждый заметит. Бульк. Повесил. 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 Я сейчас залезу там. Видишь, что-то рабится. Привязано. А как она привязана-то? Ещё и нету. Просто натянута. Как же так? Ну, мы тогда уезжали в спешке. Не доделали. Срочно надо было ехать с бульдозеристом. Или с чем, я сейчас не помню. Да, с бульдозеристом. Вот и всё. Привязано. Ну что, лопаты нету, да? А? Лопаты нету, говорю. Лопаты нету. Значит, где-то в другом месте. Ну, тут корови следов и нету, как будто бы. Первый день был, а она где-то пролезла вон там. Вот видишь, как сделали. Насколько подняли. Да, высоко. Насколько подняли. Ну, метр на полтора. Деревья-то росли. Где? И всё вот оттал. Это Леонтир. А Алексей Лаврентьевич. Вон она, где дальше-то. Эту кучу-то убирать на этот уровень. Как он это сюда проехал, я до того боялся. И маленькой обробочки ещё оказалось. Да. Это памятник. Кому-то. Да кому? Замернуть, насколько мы можем поднимать. Поднимать, это означает, что слив надо разобрать. Которое вот это есть глина, ей глиной выровнять. И тогда точно для неё утоптать. Ну, это как будет, Бог да. Я просто печатаю всё как надо. Посмотри, как берег укрепился. 57 корней, я считал. Да, мы тогда садили. Сколько? Здесь мы три года провели. С этой стороны они погибли, а с той стороны? Да. С той стороны мало влаги было. Если вы посадили там пониже, она бы взялась. Пониже, вон где вода. А посадили вверху, они поливали. Я очень хочу, чтобы вы те кусты порезали там, кусты которые это, и в дворе да насадили там, второй мостик. Вот. Покажи мне хатку. Она, видать, не одна тут. Ну, говорят, это андатры, да? Андатры. Ну, андатры, это крыса водяная. Почему-то зовут ее американской, не знаю. Откуда она заведена была или как. Ну, смотри как. Вообще. Да, высоко. Вот здесь сколько ножей было, он подвозил. Я каждый раз показывал, сколько давить, сколько назад. Все. До одной. Стоял и стоял перед ним. А он, смотри, как там полигон сделал. Все эти гребни. Дальше-то направо видно, что вон. Направо-то. Это тоже бульдозера работали, брали-то. И вон дальше. Вот видно, что бульдозера. Ну, лет 60 назад, наверное. Бульдозера уже были. Автостоянку сделал. А здесь до конца он не смог дойти, вот до куда дошел. И тут не утепка, значит, усадку дает. Ну и все. Надо, чтобы она еще проросла хотя бы. Ага. Чтобы укрепилась корнями. А вон-то посмотри, еще есть следы там. Из воды. Не знаю. Что, корова лазила? Не знаю. А куда бы она вылезла? А ну ищи следы. Явно видно, что следы. Ну это что-то я не знаю. Не корова. Не корова, да. А овечек нету тут? Овечек нету. Значит, какой-то зверь. Какой-то зверь. Кошка. Это собака, может быть, пить ходила. Ну да, этот мок. У Никиты дымок большой. Лапа большая. Я, значит, рухнул в бобриную нору. У меня коленка-то прям совсем никакая. Это надо прийти и выбрать. Я думаю, и так. У нас лопата-то с собой. Ну это лопата-то с собой. Но она срежет? Это лопатой можно? Конечно. Она у вас острая? Ну-ка. Давай мне... Ты помоложе маленькой мне? Да, в два раза. Давай сбегай лопатой. Давай сбегай лопатой. Ну-ка. С Володей легко работать. Безотказный. А шарик там ползает. Показывает, что он расположен. Ах, только хвостик видать, как трепешится. Вот шарик не поймешь, что такое бросил. Наискосок так делай, чтобы только сильно не скоблить доски. А то нашу обработку сотрешь. Обработку. Давай начни отсюда. А вот эту убери-ка отсюда. Мешает мне. Вот эту палку оттуда переложи. Зачем она тут? Заложи ее в высшие ограды. О! Вот теперь все. Ну-ка, вырышь и выкинь. А если вдоль эта шаркает лопата, тебе вдоль. Вот. Она острая. Под ногой сразу выбери, и дальше которая у стенки. Ну а здесь по 15 сантиметров было. Видишь, как это? Раз, два, три, четыре, пять распорох. А потом до конца выкинешь, да и все. Надо, чтобы не таскаться ее. Ты сейчас не уходи сзади, возьми. Чтобы выбрать все. А вдоль, во, вот так вот лучше вдоль. Она держится только за этом. По всей этой шаркать ей не надо. Она идет из щели. Потом щель прорезать, а дальше она падет. Да ладно, маленько-то. Главное, чтобы выбрать. Давай сюда. Можешь сюда, под ноги мне. Деревня. Как хорошо. А там вон дальше, видать, столбы идут. Вкорчено. Почти тишина. Почти тишина. Вот столб стоит. Какое отражение. Там лес. Лес отражается. Симаковский пруд называется. Рядом костер. Там он крест видать. Крест. Это здесь крест. Костровый пруд. Хороший пруд. Хороший пруд. Вот мне хотелось тут рыбу развести. Но пока безуспешно. Сил нету. Вот сейчас вот это вот, где Володя есть. Это нужно все закладывать. На метр. Землю где брать? Землю не возьмешь лишней-то. Большой прорыв. И сверху вот этот короб поставить. Это очень-очень непросто. А здесь вот. О, во. А то можешь даже маленько постучать. А надо. Все. Ладно. Надо же она росла вот так. Как подушка. Хорошо, что ты сказал сразу. Мы можем сказать, что все сделано. А ты откуда это взял такую форму-то себе? Где? Которую на себе дали или купил? Нет, это матушка дала. Вот вверху которые, как костюм, это матушка дала с башлуком? Нет. Куртка-то? Да. Да, да. А матушка? А то вещи присылали в Потеряевку. А-а-а. Пенкин-пенкин дедевого. Понятно. Вот она гнить будет. Брось эту бороду. У меня репей в бороду всыпился. Я едва-едва вытащил его. Еще надо потащить лопату. У меня брусок есть. Ну все понятно. Симаковский целый. А как весной будет, бог только знает. Мы старались как могли. Лучше мы не умеем. Бетонный надо делать. Правильно надо делать. А у нас и на дерево нет. Не то что бетон. Бетон это... Это арматура. Это деньги. Это опалубка. Это намного труднее, чем деревянный. А ты гони в кущу-то. Не бросай. А там в кущу собери. Она вниз пойдет. Гвоздь. 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 А, гвоздь. Загнутый. Ну все равно надо было топорик взять и долбануть его. Все. ВзFC реки Всё.